Здоровье. Это не случайность. Доверие. Движение. Воздух. Питание. Умеренность. Солнце. Вода. Покой. Покой. Доктор Вальтер Уайт – интернационально известный докладчик и автор различных книг. Своими докладами он вновь и вновь воодушевляет людей в Европе, Америке и Австралии. Он преподает в университете в Южной Африке, его специализация – питание, психология, зоология и вопросы творения эволюции. Сегодня я хочу с вами поговорить немного о молоке, насколько же все-таки оно полезно. Мы знаем, что реклама говорит, если мы не будем пить молока, то наши кости когда-нибудь развалятся. Или, говорят нам, наши дети будут развиваться неправильно и неполноценно. Или нас постигнут еще какие-нибудь неприятности. И этих или очень много. Получается, что нет ничего лучше, чем молоко. Но человек – единственное живое существо, которое после употребления молока в детстве продолжает это делать на протяжении всей жизни. Мы все знаем, что кошки очень любят молоко. Но ветеринары говорят нам и пишут об этом везде открыто, что кошкам лучше вообще не давать молока, так как у них могут развиться заболевания почек. Потребление молока создано искусственно, потому что только человек верит, что молоко является отличным продуктом после употребления его в детстве. Давайте вместе рассмотрим и обсудим, что правда и что неправда о молоке. Мы видим теленка, который пьет молоко, и так и должно быть. Ему требуется молоко, чтобы он мог правильно расти. Молоко очень богато питательными веществами, которые превосходно подходят теленку. Женщина также может давать материнское молоко, превосходно подходящее для ребенка, для его правильного и полноценного развития и роста. Сегодня в молочной индустрии выращивают коров, которые дают максимальное количество молока. Хорошая молочная корова дает 40 литров молока в день. Если это очень хорошая корова, она дает уже 80 литров. А корова, которая имеет мировую известность, дает более 120 литров молока в сутки. Такой корове уже требуется специальный пояс, который поддерживает вымя, чтобы оно не разорвалось, под собственным весом. Такое количество молока, конечно, она дает не за один раз. Коров дует от 3 до 4 раз в день. Но в дикой природе мы не сможем встретить таких коров. Если мы посмотрим, например, на буйвалиху, у которой есть теленок и которого она кормит, она дает 3-4 литра в день. То есть ровно столько, чтобы мог нормально развиваться ее теленок. В таком виде мы обычно и видим молоко и молочные продукты. Все это выглядит, конечно, очень привлекательно. И видя это, все думают, что это один из лучших, если не самый лучший продукт, который мы можем потреблять в пищу. А самый главный и ценный элемент, который содержит молоко и молочные продукты, это кальций. В молоке очень много кальция. Поэтому каждый должен как можно больше употреблять молоко и молочные продукты. Корова, чтобы получить кальций в молоке, должна пить с утра до вечера молоко, чтобы в ее молоке оказался кальций и так далее, и так далее. Так это или нет? Конечно же, нет. Откуда же тогда бедная корова берет кальций, который находится в ее молоке? Конечно же, не из молока, которое она должна пить с утра до вечера. Она получает кальций из пищи, которую она ест. Этой пищей является зеленая трава. Выходит, что обычная трава дает достаточно кальция, который потом и находится в молоке. Конечно, все животные в сегодняшней индустрии получают еще и кормовые добавки, но основной пищей все-таки является зеленая трава или сено. Научный журнал пишет, «Из всех млекопитающих материнское молоко имеет наименьшее содержание протеина и наименьшее соотношение казеина к сыворотке». Казеином является белок, который находится в молоке, а сыворотку мы можем видеть, когда молоко скисает, сыворотка остается наверху. А тот факт, что материнское молоко имеет очень низкое содержание протеина, является очень важным. Молоко главным образом состоит из жира, протеина, как мы уже говорили, который состоит из казеина и молочного протеина, а также в нем содержится сахар, то есть лактоза. Это особенный сахар, он состоит из галактозы и глюкозы. Казеин, содержащийся в коровьем молоке, переваривается с помощью специального фермента, который называется ренин. Этот фермент вырабатывается в желудке теленка. А, например, в желудке поросенка вырабатывается тоже ренин, но немного другой для того молока, которое он получает от своей матери. У человека этот процесс проходит немного по-другому. В желудке у ребенка не вырабатывается фермент, который помогает переварить молоко. Белок, содержащийся в материнском молоке, переваривается у ребенка с помощью специальной бациллы, которая производится в груди у матери и передается ребенку вместе с молоком. Соответственно, после отнятия ребенка от груди, человек больше не получает это особенное вещество. После того, как теленок перестает получать молоко от коровы, у него прекращается выработка специального фермента, о котором мы говорили. После этого теленку становится довольно сложно переварить молоко. И если продолжать ему давать молоко, то теленок может заболеть или даже погибнуть. Человеку также довольно сложно переварить казеин, содержащийся в молоке. И если ребенок не получает материнское молоко, ему также сложно переварить другое молоко, потому что он не получает вещество, которое помогает переварить казеин. Основная проблема при употреблении молока состоит в трудности переварить казеин, содержащийся в коровьем молоке. Казеин является очень особенным белком. Его структура разная у разных видов животных. У всех видов млекопитающих разная структура расположения аминокислот, которые содержатся в казеине. Каждая такая структура наилучшим образом подходит только для определенного вида животных. К казеинам есть еще одна проблема. Так как казеин у разных видов животных особенный, при употреблении казеина, не соответствующего, допустим, нашему виду, он будет переварен не полностью. И человек, так же как и другие виды животных, имеют способность усваивать организмом непереваренные части протеина. После рождения ребенка он получает первое молоко, и оно особенное, потому что в нем содержится очень много антител. И эти антитела тоже протеины, и они не должны быть переварены пищеварительной системой ребенка. Эти антитела попадают напрямую в кровь и содействуют укреплению и развитию иммунитета. И эта способность непереваренные или частично непереваренные белки получать прямо в кровь остается даже у взрослых. И если эти белки такие же, как и человеческие белки, это не составляет никаких проблем. Но если эти белки от другого вида животных, наш организм может начать реагировать на эти белки как на посторонние вещества. В этом случае организм начнет вырабатывать антитела, которые начнут разрушать эти чужие белки. И проблема состоит в том, что у этих белков может быть очень похожая структура аминокислот, почти такая же, как и у некоторых наших собственных клеток в организме. И тогда антитела, которые выработал наш собственный организм для борьбы с чужими белками, начнет уничтожать и наши собственные клетки. Это называется автоиммунные болезни, то есть болезни, вызванные нашим собственным телом. И так как белки молока очень похожи на наши собственные белки, употребление молока может вызвать автоиммунные заболевания. На этой таблице мы видим, что в материнском молоке содержится 1,2 мг протеина на литр, и увеличение веса ребенка в два раза происходит за 120 дней. В молоке лошади содержится в два раза больше протеина, и увеличение веса происходит в два раза быстрее. В корове молоке содержится 3,3 мг протеина и козеина на литр, и увеличение веса теленка в два раза происходит за 47 дней. В козьем молоке 4,1 мг и соответственно увеличение веса за 19 дней. У собаки 7,1 мг протеина и 8 дней. У кошки 9,5 мг и соответственно 7 дней. У крысы 11,8 мг и 4,5 дня. По этой таблице, если белок является критерием полезности молока, то крысиное молоко можно считать самым полезным. Но никто не собирается пить крысиное молоко, поэтому мы довольствуемся козьим и коровьим молоком. Итак, теленок увеличивает свой вес в три раза быстрее, чем человек. Вы скажете, ну и что? В чем же здесь проблема? Когда рождается человек, это очень маленькое, нежное, хрупкое существо. А что он делает в первую очередь? Вскакивает на ноги, бегает кругом и спрашивает, где находится ближайшая игровая площадка? Да или нет? Конечно же нет. Однако теленок делает именно так. Буквально через несколько минут после своего рождения он встает на ноги и начинает самостоятельно передвигаться. То есть энергия, которую он получает с молоком, немедленно преобразуется в рост и укрепление его мускулатуры. У ребенка же дело обстоит совсем по-другому. Как вы считаете, какой самый главный орган, который должен развиваться после рождения ребенка? Несомненно, это мозг. А из чего главным образом состоит мозг? Из белков или из жиров? Мозг состоит главным образом из жиров. То есть в питании соотношение между жирами и белками должно выглядеть совсем по-другому, чем у теленка. Поэтому выяснился, например, такой факт, что дети, которые в основном питались коровьим молоком, имеют намного низший уровень интеллигенции или так называемый IQ, чем те дети, которые питались материнским молоком. И это логично, потому что для развития мозга человек нуждается в материнском молоке, а не в коровьем молоке, потому что теленок никогда в своей жизни не собирается сдавать экзамен по математике. Коровье молоко на 100% подходит для питания теленка, но абсолютно не подходит для питания и развития ребенка. Может ли человек жить и расти, получая в питание коровье молоко? Конечно же, может. И даже может буйно расти. Он может стать даже упитаннее, чем ребенок, получающий материнское молоко. Дети, питающиеся коровью молоком, могут выглядеть намного упитаннее тех, которые питаются материнским молоком. Но, возможно, такой ребенок выглядит упитаннее, потому что он думает, что он теленок, а другой не так упитан физически, но зато у него более развит мозг. И, возможно, в будущем он станет математиком или каким-нибудь другим ученым. Так что при выборе питания нужно обращать внимание не только на количество белка в пище. Это одна из медицинских газет. Заголовок говорит, «Никакого йогурта для детей». А подзаголовок объясняет, «Потому что коровье молоко вызывает нагрузку на почки». Это то же самое, что мы уже говорили за кошек. Чтобы переварить молоко, организм вынужден вырабатывать большое количество кислоты, которая повреждает наши почки. Другой медицинский журнал пишет, «Мы должны позаботиться и использовать такие продукты питания, которые отвечают потребностям детей и подростков, и исключить всевозможные вредные воздействия». Коровье молоко к этому стандарту не отвечает. Как мы видим, это общеизвестно в научном мире, но не в рекламе. Еще одна цитата из журнала «Педиатрик» не исказана. Грудные дети, которых кормят цельным коровьим молоком, теряют до 30% больше крови через кишечник, а также имеют большое содержание, то есть потерю железа через стул. И это логично. Если человек имеет много белка в своем питании, человек нуждается в большом количестве кислоты, чтобы переварить белок. А детский кишечник еще не приспособлен, чтобы это перенести. Тенки кишечника повреждаются кислотой, и он начинает кровоточить. А кров содержит большое количество железа, которое и выводится организмом через кишечник. Следующий заголовок прямо говорит об этой проблеме. «Маленький ребенок с кровяным поносом. Причиной может быть молоко». Заметьте, это говорю не я. Вы сами можете прочитать это в медицинских газетах и журналах. Никто из этого не делает тайну. Просто это не рассказывают широкой публике. Потому что индустрии совсем не выгодно, чтобы народ знал так много. Следующая цитата говорит, что проблемы со зрением, в частности такая, как возникновение катаракты, может также зависеть от употребления молочных продуктов. Все дело в галактозе, которая содержится в молоке. Вы скажете, галактоза – это всего-навсего разновидность обычного сахара. Какие проблемы может она вызвать? Причем здесь проблемы зрения. Галактоза – это разновидность сахара, которая усваивается только ребенком. Энергия, которую получает ребенок с питанием матери, поступает ему не только в виде глюкозы. Тело ребенка активно развивается. Также развивается система, вырабатывающая инсулин. Также развивается система регулирования сахара в крови. Эти системы еще не развиты полностью, они проходят только настройку. Поэтому ребенок получает только половину сахара в виде глюкозы. Другая половина поступает к нему в виде галактозы. И эта галактоза перерабатывается в глюкозу, если организм этого потребует. Это является как бы резервом, который организм использует, если ему это потребуется. Печень имеет эту способность перерабатывать галактозу в глюкозу по мере того, как в этом возникает необходимость. Но после отнятия ребенка от груди, ген, отвечающий за этот процесс, перестает работать. Точно так же, как перестает вырабатываться ренин в желудке других млекопитающих. То есть взрослый человек не может переработать галактозу в глюкозу. Или этот ген настолько подавлен, что этот процесс практически не действует. И тогда возникает проблема. Если мы как взрослые употребляем молочные продукты, глюкоза, содержащаяся в них, легко усваивается нашим организмом. Но с галактозой наш организм не знает, что делать. Но организм должен куда-то ее деть. И тогда он начинает ее складировать, то есть отлаживать. Он откладывает ее в клетках кожи или под кожей. И это уже выглядит как целлюлит. А также он отлаживает ее в области глаза. И тогда начинает возникать катаракта. Это есть нечто иное, как галактоза, которую организм не может переработать. Эти отложения бывают также и на суставах, что сокращает их неуподвижность и вызывает боль суставов. Но на этом не заканчивается. Организм находит очень много мест, где он отлаживает эту галактозу. Вторая цитата практически повторяет то, что мы уже сказали, а именно, что взрослые, которые употребляют молоко, имеют большие проблемы со зрением, а также с таким проявлением, как отложение галактозы на глазном хрусталике. Следующая цитата обращает внимание еще на одну проблему. Это жир и холестерин, которые мы употребляем вместе с молочными продуктами. Но даже не сам этот факт вызывает тревогу у ученых. Жир, который содержится в молоке, это оксидированный холестерин. И оксидированный холестерин намного опаснее обычного холестерина. Оксидирование, то есть окисление молока, происходит при соприкосновении молока с воздухом. Это происходит при доении, при переливании в емкости, а также при последующей его переработке. А также при переливании из бутылки в стакан, также происходит соприкосновение с воздухом. При кормлении ребенка грудью этот процесс практически исключается. То есть молоко из груди матери практически стерильно попадает в организм ребенка. Процесс окисления практически не происходит. А здесь говорится, что врачи и специалисты по питанию давно связывают молоко и молочные продукты с возникновением такой проблемы, как лишний вес. И это логично. Одно из исследований, которое проводилось во всемирно известном институте в Кембридже, ставило перед собой такой вопрос. Все ли калории одинаковы? Результаты исследований были таковы. Теоретически, да, они одинаковы, но в нашем организме они действуют не одинаково. Например, калории, которые содержатся в жире, и калории, которые содержатся в углеводах, усваиваются нашим организмом по-разному. Углеводы, поступая в наш организм, уже частично окислены. Жиры поступают в наш организм, наоборот, не окисленными. Наш организм при выборе источника энергии в первую очередь сжигает глюкозу. Глюкоза является основным источником энергии для любого живого существа. Когда уже переработана почти вся глюкоза, тогда только организм начинает сжигать жир. Если наш организм получает достаточно углеводов с пищей, то жир он просто отлаживает, то есть накапливает, сжигая в первую очередь глюкозу. То есть жир делает жирным. Пища, содержащая много углеводов, не может сделать толстым, потому что организм израсходует эту энергию в первую очередь. Далее пишется, что молочные продукты практически не содержат балластных веществ, а также сложных углеводов. В одном стакане молока содержится до 49% жира. Сыр содержит до 65% жира. Мороженое и йогурты до 50%. Даже кефир и обезжиренное молоко содержат до 20% жира. Но молоко с таким процентным содержанием жира мы не покупаем. В магазинах мы видим молоко с 2-3% содержанием жира. И производители нас не обманывают. Они просто измеряют соотношение жира и воды в молоке. Но не соотношение всего продукта и жира. Но если написать на упаковке, что молоко содержит всего-навсего 49% жира, такое молоко никто не купит. Но 2 или 3% звучит вполне приемлемо. А что нам говорит реклама? А реклама говорит прямо противоположное. Она говорит, что молоко очень полезно и помогает также при похудении. При всевозможных диетах необходимо включать молоко в свой рацион. А также здесь сказано, что молоко вообще предотвращает возникновение ожирения. Но это можно назвать только болтовней и прямой ложью. Медицина доказала, что жир, содержащийся в молоке, делает жирным. А реклама утверждает, что молоко предотвращает потерю кальция. Какое отношение имеет кальций к похудению? Абсолютно никакого. Можно прямо сказать, что реклама лжет. Проблемы холестерина мы сегодня уже частично касались. Здесь сказано, что ежедневное среднее потребление молока составляет 750 ккал. В них содержится примерно 160 мг холестерина. Это довольно много. Такое количество холестерина содержится в 53 кусочках колбасы. Я думаю, никто из вас не съедает 53 кусочка колбасы за день. Но в среднем дневном потреблении молока содержится именно столько холестерина. Такое заболевание, как диабет, которое является автоиммунным заболеванием, также связывает с потреблением молока. Это происходит потому, что белок, казеин, состоит из определенных аминокислот, которые стоят в особой последовательности. Если ребенок в первые месяцы своей жизни получал молочные продукты, организм мог воспринять белок, который находится в молоке, как инородное тело, и вырабатывать против него антитела. А наши клетки, вырабатывающие инсулин, имеют такую же последовательность аминокислот, как и белок, который находится в молоке. И те антитела, которые должны бороться с инородными телами, начинают поражать наши собственные клетки. И когда-нибудь, это не должно произойти обязательно, но может произойти, наша иммунная система начинает бороться с нашими собственными клетками, производящими инсулин. В этом случае человек заболевает диабетом первого типа. Диабет типа 2 выглядит совсем по-другому. При этом диабете нарушена система регулирования содержания глюкозы в нашей крови. Это заболевание во многом зависит от стиля нашего питания. И этот тип диабета можно вылечить, изменив стиль нашего питания. Но диабет тип 1 нельзя вылечить изменением питания, потому что при этом в заболевании уничтожаются клетки, которые вырабатывают инсулин. Врачи давно уже связывают употребление коровьего молока в раннем детстве с возникновением диабета тип 1. Во второй цитате сказано, что риск заболевания во взрослом и пожилом возрасте увеличивается тем больше, чем больше употреблялось коровье молоко в раннем детстве. Это статистика среднего потребления молока на человека в килограммах за год. В Финляндии 223,9. В Испании в половину меньше 111,9. Сметана в Финляндии 6,2. В Испании в три раза меньше 2 целых. Сливочное масло. В Финляндии 4,9. В Испании в пять раз меньше 1 целая. Сыр. В Финляндии 17 целых. В Испании 8,9. Сгущенное молоко. По Финляндии здесь нет цифры. В Испании 1,3. Общее количество получается 252 целых. В Испании в половину меньше 125,1. Заболевание диабетом. В Финляндии очень высокое. В Испании очень низкое. А это цитата из немецкой газеты, в которой врачи пишут, что сухое порошковое молоко вызывает диабет тип 1. Это еще одна из таких цитат, которая была опубликована в английском медицинском журнале Lancet. Также CNN передавала эту новость. Здесь говорится, что последние исследования показали, что те дети, которые получали питание коровьего молока в очень раннем детстве, в зрелом возрасте подвержены намного большему риску заболеть диабетом тип 1. А здесь говорится, что употребление пищи коровьего молока ведет к ослаблению иммунитета, а также к проблеме очень частых различных инфекционных заболеваний. Врачи писали об этом уже в 1978 году. Это было написано в журнале Nature's. В медицинских кругах он считается лучшим медицинским журналом в мире. Опубликовать статью у него могут только очень известные и знаменитые ученые. А это исследование, которое мы проводили в институте, где я преподаю. Эксперимент проводился над обезьянами. Они получали нормальное питание, но одна часть из них получала сою как источник белка, а другая часть получала молоко, которое содержит казеин как источник белка. На этом графике ясно видно, как распределился уровень лимфоцитов у двух групп обезьян. Продолжая наши эксперименты, мы одной части обезьян давали кукурузу и бобовые как источник белка, а другим опять давали молоко. И опять та же самая картина. Мы видим, как иммунная система подавлена у тех, кто получал молоко в виде источника белка. А в этой цитате сказано, что употребление молока в раннем детстве увеличивает риск заболевания диабетом в полтора раза. В следующей цитате проводятся результаты исследования, проводившегося в Англии. Здесь сказано, что крысы, предрасположенные к возникновению диабета, заболевают диабетом намного чаще, получая в питании протеин, содержащийся в коровьем молоке. То есть экспериментально было также доказано, что протеин, содержащийся в коровьем молоке, вызывает заболевания диабетом. Единственная причина, по которой не был признан этот эксперимент, явился тот факт, что японцы также иногда заболевают диабетом типа А, хотя практически не используют коровьем молоке в своем питании. Но исследуя проблему заболевания детей диабетом типа А, выяснилось следующее. Матери, кормящие этих детей, или сами живут в Америке, или стиль их питания, очень подвержен американскому стилу питания. То есть мать, употребляя коровье молоко, казеин, содержащийся в нем, переваривает с трудом. Непереваренный казеин попадает в кровь, и организм, пытаясь избавиться от этого казеина, складирует его в различных частях тела, а также посылает его в материнское молоко. Ребенок, питаясь этим молоком, получает заболевание диабета тип А. В Риме и Лондоне проводились исследования над пациентами, недавно заболевшими диабетом тип А. То есть нарушение уровня инсулина в крови показало следующие результаты. У 51% этих пациентов были обнаружены вредные клетки в иммунной системе, которые росли и размножались, вступая в контакт с протеином бета-казеин, который находится в коровьем молоке. Как мы снова видим, этот особенный белок, содержащийся в молоке, является проблемой. Жир, как мы уже говорили раньше, также является проблемой для человека. Он вызывает ожирение, является источником окисленного холестерина, белок ведет к иммунным заболеваниям. А теперь давайте рассмотрим сахар, содержащийся в молоке. Например, у европейцев, и после отнятия от груди, в организме все еще остается большое содержание фермента под названием лактаза, «Который помогает переваривать и высваивать лактозу, содержащуюся в молоке». Потому что у европейцев существует очень долгая история употребления молока в пищу. Но если взять нацию, которая не употребляет молоко в пищу, то ситуация меняется коренным образом. Например, в Дании всего 2% от населения, которые не переваривают лактозу. Мы сейчас не берем во внимание способность переваривать белок, а также галактозу. Мы имеем в виду только лактозу. У финнов 18% населения не способного переварить лактозу. У индийцев 50%, в Израиле 58%, в Перу 70%, афроамериканцы 70%, у арабов 78%, в Греции 83%, в Тайване 85%, в Японии 85%, в Таити 90%, в Филиппины 90%. В Африке этот процент составляет от 95% до 100% населения. Например, такая народность, живущая в Африке, как Зула, более 95% из них не переносят лактозу, то есть не могут ее переварить и усвоить. Если они выпьют свежее молоко, у них очень быстро наступят боли в животе или наступит понос. Сахар, содержащийся в коровьем молоке, называется лактоза, и он, в свою очередь, состоит из глюкозы и галактозы. Фермент лактоза присутствует в организме ребенка и уже в очень раннем возрасте практически перестает вырабатываться организмом. У некоторых это выражено сильно, у некоторых слабо. У чернокожих людей этот фермент практически отсутствует в организме. У европейцев он вырабатывается в каком-то объеме. У других народов этот показатель лежит между этими двумя группами. Но чтобы переварить и усвоить галактозу, требуется уже другой фермент. И этот фермент практически не вырабатывается даже у европейцев. Поэтому даже у них остается проблема непереваренной галактозы. А это уже реклама. Она говорит, темнокожие люди, пейте молоко, и тогда вы будете сильными. Или это реклама? Она говорит, пейте молоко, юные дамы, тогда вы будете здоровыми и сильными. Так это или нет, как говорит реклама? Ответ, конечно, нет. А это очень интересная картинка. На ней мы видим белого и темнокожего ребенка, которые разлили молоко. Вопрос, это счастье для них или несчастье? Давайте рассмотрим это с научной точки зрения. Эта маленькая белая девочка имеет способность переварить галактозу. Если она выпьет молоко, у нее не заболит живот. Но белок, содержащийся в молоке, для нее будет трудно переварить. Лактоза не составляет для нее никакой проблемы. Лактоза будет расщеплена ферментом на галактозу и глюкозу. Глюкоза будет усвоена организмом, а галактоза будет где-нибудь отложена в организме. Но у маленького темнокожего мальчика нет способности переварить галактозу. То есть она не расщепляется и не усваивается организмом. Она так и остается галактозой. Она в таком виде проходит через весь кишечник до самого низа, и только там находятся бактерии, которые способны расщепить ее. Но это уже проблема, когда сахар появляется в самом низу кишечника. Сахару здесь не место, он должен был перевариться в верхней части кишечника. Но чтобы избавиться от этого сахара, организм направляет большое количество жидкости, то есть воды, в кишечник, что ведет к такому явлению, как понос. Итак, темнокожий ребенок получает понос, а белая девочка получает запор. И все думают, что у этих детей две разные причины по двум разным проблемам. Но проблема у них одна, причина одна, просто у них разные последствия. А это карта Европы, на ней отмечены страны, и стоят цифры непереносимости лактозы жителями этих стран. На севере эти цифры очень маленькие. Чем дальше мы продвигаемся на юг, тем эти цифры возрастают, и в районе Средиземного моря эти цифры уже очень высоки. Из этого мы делаем вывод, что эта маленькая группа, живущая на самом севере Европы, определяет для всего мира, что молоко – это очень хороший продукт питания. А здесь спрашивается, что же не так с молочными продуктами? Какое отношение они имеют к заболеванию остеопороза? Какое значение имеет кальций при предотвращении остеопороза? Кальций очень необходим при предотвращении остеопороза. Это же логично. Но является ли молоко лучшим источником кальция? Вот в чем основной вопрос. Это правда. В молоке содержится очень много кальция. Поэтому реклама и говорит, что мы должны употреблять как можно больше молочных продуктов. Остеопороз возникает по нескольким причинам. Одна из важнейших причин – слишком большое содержание протеина в питании. И я вам могу привести сотни таких научных заявлений. Мы также сами проводили исследования в институте, в котором я работаю. И это невероятно, что происходит с людьми и животными, если в их питании присутствует слишком много белка животного происхождения. А это исследование еще одного института. Женщины, получающие основной белок из продуктов питания животного происхождения, имеют в три раза больше так называемое усыхание костей, чем те женщины, которые получают белок из растительной пищи. Причиной этому является то, что растительный белок не вызывает в организме выработки такого большого количества кислоты, как это делает белок животного происхождения. А повышенная кислотность в организме нейтрализуется кальцием, который организм берет из наших костей, что в свою очередь вызывает так называемое усыхание костей, то есть потерю костной массы. Кто употребляет много животного белка, тот страдает от проблем с повышенной кислотностью в организме. Эта цитата говорит о том же самом и подчеркивает, что особенно остро эта проблема стоит у женщин в пожилом возрасте. Чтобы эта проблема стала более понятной, я проведу вам один практический пример. Темнокожие женщины в Гамбии, в Африке, которые, к слову сказать, не употребляют вообще коровьего молока, по статистике в среднем с питанием получают 350 миллиграммов кальция в день. Американские женщины, которые используют очень большое количество молочных продуктов, употребляют 1400 миллиграмм кальция в день. После беременности многие американские женщины страдают остеопорозом. Гамбийские женщины, которые получают меньше чем четверть от того количества, которое получают американские женщины, у них после беременности почти не бывает остеопороза. Как вы думаете, в чем же здесь дело? А дело здесь вот в чем. Если в питании присутствует такое большое количество белка, это вызывает в организме резкое повышение кислотности. И чтобы нейтрализовать эту кислоту, организм вынужден использовать кальций из наших остей, чтобы привести в норму кислотно-щелочной баланс в организме. Но на этом дело не заканчивается. Такое повышенное содержание кислоты вместе с казеином воздействует на клетки, которые ответственны за восстановление кальция в костях, а воздействуют они таким образом, что снижают или подавляют работу этих самых клеток. Я сравниваю этот процесс с работой каменщика. Я даю ему 500 кирпичей каждый день, которые он с успехом укладывает в стену. Это то же самое, что делают наши клетки, остеогласты, которые размещают кальций в наших костях. Но если мой мастер вдруг заболел и чувствует себя неважно, и по состоянию здоровья он может положить за день только 250 кирпичей, как я должен решить эту проблему? Это же логично. Я дам ему 1400 кирпичей, чтобы он быстрее выздоровел и почувствовал себя лучше. Как вы считаете, решит это проблему или нет? Конечно же нет. Это абсолютно тупо и нелогично. Но это именно то решение, которое принимают многие из нас. Нам говорят, что наш организм содержит мало кальция, и мы даем ему больше кальция. Но это абсолютно не помогает, потому что наш каменщик болен. То есть система, которая отвечает за усваивание кальция в организме, работает неправильно. Так какой же логический вывод напрашивается? Конечно же, в первую очередь, вылечить нашего мастера, снизить нагрузку на него, попытаться быстрее восстановить работу этой системы, а потом уже дать ему снова 500 кирпичей, которые он без всякого труда сможет уложить в стену. Если мы уберем из нашего питания белки, которые вызывают повышенную кислотность в нашем организме, остеобласты снова смогут работать нормально, и нам не потребуется повышенного употребления искусственного кальция, или кальция, содержащегося в продуктах животного происхождения. Лейкемия. Лейкемия бывает и у животных, и у человека. Разновидность вируса лейкемии, которая бывает у животных, обнаружена у 59% новорожденных телят. А в следующей цитате сказано, что разновидность вируса, которая бывает у человека, может передаваться животным. Лейкемия является автоиммунным заболеванием. Также в этой цитате сказано, что вирус лейкемии может передаваться через молоко. А в американском штате Айова, где потребление молока очень высокое, также наблюдается очень высокое распространение лейкемии среди людей. Далее говорится, что ветеринары заметили, в тех местах, где среди животных распространена лейкемия, среди людей также высокий уровень этого заболевания. Также ученые заметили, что коровы, зараженные этим вирусом, дают намного больше молока. Как вы думаете, какую корову выберет при покупке фермер, знает, что зараженная дает больше молока? Я думаю, ту, которая дает больше прибыли. А тот факт, что она заражена этим вирусом, еще не говорит о том, что она заболеет когда-нибудь этой болезнью. Мы также являемся носителями многих болезней, но сами ими не болеем. Итак, ученые знают, что коровы являются переносчиками этой болезни. Но они говорят об этой проблеме не очень громко, но все же говорят. Такие заболевания, как склероз, а также диабет тип 1, ученые, проведя множество исследований, также связывают с употреблением молока. И об этом говорят и пишут не в одном журнале, а во многих журналах, имеющих мировую известность, в которых могут напечатать свои статьи только очень знаменитые ученые. Далее говорится о другой проблеме, а именно, что много болезней, таких как туберкулез, бруцеллез, дифтерия, скарлатина, чума и многие другие, могут передаваться через молоко. Молоко является превосходной жидкостью-переносчиком, потому что состоит в большом количестве из жиров. Эти жиры превосходно защищают возбудители инфекции от желудочной кислоты, от желудочного сока. А так как молоко находится в жидком состоянии, оно быстро проходит в желудок и попадает в кишечник, где оно и усваивается нашим организмом вместе с возбудителями всевозможных заболеваний. Проблема заболевания туберкулезом у животных стоит в данный момент очень остро. В последние годы отмечается драматический рост этого заболевания, потому что те медикаменты, которые использовались до сегодняшнего времени, перестают действовать. Вирусы и другие переносчики заболеваний вырабатывали к ним устойчивость, то есть иммунитет. И ученые просто не успевают разрабатывать новые лекарства. начиная с 80-х годов во всем мире принимают драматические размеры заболевания листерия. Бактерии, которые переносят это заболевание, также передаются через молоко и не погибают при постерилизации молока. В нашем институте мы также провели короткий эксперимент. Мы взяли свежее парное молоко и исследовали, какие бактерии там присутствуют. Это были обычные бактерии, такие как лактобактерии. А патогенные бактерии, которые являются возбудителями всевозможных болезней, там практически не было. Их было очень маленькое количество. Потом мы это молоко постерилизовали. И что же произошло? Почти все лактобактерии погибли, но большинство патогенных бактерий выжили. Теперь представьте, такое постерилизованное молоко стоит в магазине на полке, скажем, всего один день. У этих бактерий нет конкуренции. Что они будут делать? Они начнут бурно размножаться. И мы получим молоко, которое имеет высокое содержание патогенной бактерий. Вы, наверное, замечали, что молоко, купленное в магазине, практически не скисает, а становится неприятным на запах. То есть, через несколько дней оно просто-напросто начинает вонять, потому что оно не скисло, а начало гнить. Причиной тому эти самые патогенные бактерии, такие как сальмонелла, всевозможные бактерии стафилококков и так далее. То есть, постерилизация не решает проблему уничтожения патогенной бактерии. Об этом же говорится и в этой цитате. А это статья в газете, в которой меня высмеивают. Потому что я сказал, что в молоке нет ничего хорошего. Это пример того, как быстро газетчики могут высмеять любого человека, и все будут считать, что у него не в порядке с головой. Но самое интересное, что после этой публикации все руководство одной крупной молочной фирмы прилетело из другого города ко мне в институт, чтобы меня переубедить. Они мне сказали, или ты будешь молчать, или мы подадим на тебя в суд. Я их вежливо пригласил уделить мне немного времени и рассказал им кое-что из того, что я показываю вам. И они поняли, что должны пригласить в суд также и Кембриджский университет, Гарвардский университет, и многих ученых с мировым именем. Потому что я показываю вам только то, что пишут и говорят они, чтобы люди не могли сказать, что это мое личное мнение. Тогда руководители этой крупной молочной фирмы попросили меня, не мог бы ты немного помолчать или говорить хотя бы об этом поменьше, потому что своими лекциями ты уничтожишь нашу индустрию. Я им ответил, если вы можете договориться со своей совестью в том, что люди получают многие болезни от употребления молочных продуктов, это уже ваше личное дело. Но я не могу себе этого позволить, потому что моя совесть не оставит меня в покое, если я буду молчать о этой проблеме. После этого разговора они уехали и я о них больше ничего не слышал. Здесь еще пару плакатов, авторы которых, наверное, тоже очень не любят молоко. А это график смертности детей до 9 месяцев в развивающихся странах Африки и Азии. В Центральной Африке и в некоторых странах Азии, где практически не употребляют коровье молоко, смертность у детей составляет 1,5%. В странах, где коровье молоко широко употребляют, эта цифра уже составляет 84,7%. И врачи говорят, что в тех странах, где употребляют коровье молоко, уровень всевозможных воспалений и детских заболеваний намного выше, чем в тех странах, где молоко не употребляют. И здесь также пишут, что микробактерии выживают при коммерческой постерилизации молока. А здесь сказано, что в развитых странах, где детская смертность очень низкая по отношению к развивающимся странам, потому что детей вскармливают всевозможными смесями на основе коровьего молока. Но проблема состоит в том, что такое питание часто является причиной таких заболеваний, как диарея, хроническое воспаление слухового аппарата у детей, и в общем дети намного болезненнее, чем в тех странах, даже в развивающихся странах, в которых коровье молоко не употребляют для питания детей. Мы знаем, что сейчас очень многие дети страдают хроническим воспалением слухового аппарата. Но эту проблему можно решить, если убрать из их питания молочные продукты. Это список проблем, которые ученые и специалисты по питанию связывают с употреблением молочных продуктов. Это такие проблемы, как хроническая усталость, головные боли, боль и судороги в мышцах, в основном в области шеи, спины и поясницы, гиперактивность у детей, диарея у детей, всевозможные аллергии, проблемы с дыхательной системой, также астма, респираторные заболевания, развитие атеросклероза уже в раннем возрасте, диабет, об этой проблеме мы уже говорили, особенно диабет тип А или тип 1, а также диабет второго типа, потому что молоко содержит очень много жиров, угревая сыпь, особенно у молодых людей, у молодой кожи, артрит, многие нервные болезни, такие как склероз, это автоиммунное заболевание, и, конечно, интеллигенция, то есть так называемый показатель IQ. Все вышеперечисленные проблемы и болезни ученые связывают с употреблением молочных продуктов. Так что же тогда хорошего в коровьем молоке? А это короткий список преимуществ, которые имеет ребенок, питаясь материнским молоком. Ребенок получает антитела с материнским молоком. Белые кровяные тельца получают ребенок, что способствует развитию и укреплению его иммунитета. Также в материнском молоке находятся субстанции, называемые лактоферин. Она регулирует усвоение ребенком бактерии Э.коли. Материнское молоко стерильно, в отличие от коровьего молока, которое не стерильно и очень сильно окислено при переработке. А также кальций, содержащийся в коровьем молоке, усваивается только на 25%. А 75% этого кальция идет на нейтрализацию кислотности, которая вызывает употребление молока. То есть потеря кальция больше, чем его усваивается. В материнском молоке намного меньше кальция, но он усваивается полностью, в отличие от коровьего молока, большая часть которого теряется. То есть количество потребления чего-либо не всегда определяет пользу, получаемую от этого кальция. Вся растительность, которая выглядит темно-зеленой, это очень хороший источник получения кальция. Чтобы кальций усвоился в организме, ему требуется определенное количество такого элемента, как магнезий. В самом молоке содержится очень маленькая часть магнезия. А без наличия достаточного количества этого вещества, кальций, содержащийся в молоке, усваивается всего на 25%. И кальций, который организм не может расщепить и усвоить, причиняет только вред, потому что организм с трудом может его вывести. Какие еще недостатки имеет молоко? Жир, содержащийся в молоке, является проблемой, об этом мы уже говорили. Практически не содержит витамина С, очень мало витамина Д. Белок, содержащийся в корове молоке, также является проблемой, потому что его там слишком много. Соотношение фосфатов и кальция прямо противоположное, чем должно быть молоко способствует развитию таких раковых заболеваний, как рак предстательной железы, рак яичников, рак прямой кишки и рак груди. А это график соотношения заболевания раком молочной железы и количеством потребления молока. Здесь мы видим, что страны, в которых потребляется больше молока, имеют большее количество заболевших раком молочной железы. В самом деле, молоко содержит в себе не очень много полезного. Что же получает человек еще, когда он употребляет молочные продукты? Человек получает еще пару непрошенных гостей. По нормам и стандартам, которые существуют в индустрии, в молоке может присутствовать определенное количество фекалий, также бактерии, вирусы, антибиотики, которыми лечат животных, гормоны, которые они также получают, чтобы, например, давали как можно больше молока, а также органические пестициды, которые они в большом количестве получают с кормом. Эти пестициды накапливаются в организме коровы и присутствуют в мясе и молоке в тысячи раз больше, чем в самом корме. По этим же индустриальным нормам, после постерилизации молока допускается определенное количество содержания бактерий в молоке. Это 20 тысяч бактерий в миллилитре молока и 10 калиформ-бактерий. Если мы возьмем и проверим, то мы примерно столько и найдем, но это сразу после постерилизации. А через короткое время после этого картина драматически изменится, потому что без конкуренции они начнут там бурно размножаться. То, что мы покупаем в магазине, это не всегда то, что мы хотим купить. В супермаркетах продается очень много товаров, в которых, на первый взгляд, и не видно содержания молока. Но если почитать состав, то во многих продуктах, где вы даже не ожидаете, вы найдете молоко. И, наконец, мы подошли к моей любимой теме. Насколько хорош сыр? Что говорит нам промышленность и реклама? Она говорит, что не может быть ничего лучше, чем сыр. Этот продукт богат жирами, богат белком и содержит очень много других полезных веществ. Но давайте разберемся, насколько он хорош, и начнем с того, как его производят. На этой схеме видно, что берется обычное молоко, в него добавляют специальный фермент, происходит брожение, после которого получают творог и сыворотку. Из творога в дальнейшем получают молодой сыр. При брожении произошел процесс преобразования. Лактоза была расщеплена на глюкозу и галактозу. Глюкоза была переработана, то есть усвоена бактериями, которые ответственны за процесс брожения. И в сыре осталось только галактоза. Творог и молодой сыр очень богаты содержанием казеина. Это очень трудно перевариваемый белок. Также богат окисленным холестерином. Также в нем большое содержание жиров и, как мы уже сказали, галактоза. Как вы считаете, можно такой продукт назвать продуктом питания? Я бы не стал этого делать. Но все не так страшно, потому что кое-что из этого наш организм все-таки сможет переварить. Переработав далее молодой сыр, получается средний сыр, а еще далее получают твердые сыры. Что же произошло с твердым сыром? Бактерии переработали в нем все, что они смогли переварить. И после этого получился твердый сыр. С ним уже не происходит ничего. Из этого сыра можно строить дома, можно делать еще что-нибудь. А можно направить его в наш желудок. А как мы называем то, что мы когда-то съели и переварили и усвоили все, что можно переварить и усвоить, что остается у нас после этого процесса? Остается то, что мы с помощью унитаза и смывного бачка удаляем из нашего жилища. А что сделали бактерии с твердым сыром? Они сделали то же самое. Они переработали и переварили все то, что могли переработать и переварить. Белок, который там остался, они не могут переварить, потому что у них нет ренина, чтобы сделать это. Человеческий организм с помощью кислоты, которую вырабатывает организм, еще способен кое-как переварить белки. Но организм делает это с большой нагрузкой, потому что у него также нет ренина. Сыр лежит в желудке и лежит он там долго. Желудок пытается его переварить и через некоторое время посылает в 12-перстную кишку пробу через отверстие, которое называется привратник. 12-перстная кишка проводит анализ того, что послал желудок и определяет, насколько велики полипептиды. Если они большого размера, то есть процесс переваривания еще не закончен, отверстие, называемое привратник, остается закрытым. То есть белок, содержащийся в сыре, не может быть нормально переварен и долгое время остается в желудке. И так как наш желудок полон, это вызывает чувство сытости. И мы так запрограммированы, что если мы чувствуем сытость, мы считаем, что мы хорошо поели. Но так это или нет? Какое количество пищи усваивается в желудке? Это ноль. В желудке не усваивается ничего. Желудок только переваривает пищу. Усваивание питательных веществ организмом начинает происходить только в кишечнике. Представьте себе следующую картину. На завтра намечается какое-либо спортивное мероприятие. Есть два человека, которые собираются принять в нем участие. Один из них на утро ест мюсли с различными сушеными фруктами, а также другую растительную пищу. Другой участник на завтрак съел, допустим, кусочек сала, яйцо и солидную булочку с сыром. Как вы думаете, кто из этих двух имеет больше шансов выиграть это соревнование? Конечно же, тот, кто ел растительную пищу. Поэтому все современные спортсмены перестраиваются с той пищей, которую они употребляли раньше, на новый вид питания. Потому что они не могут выдержать конкуренции с теми, кто питается так, как питались спортсмены раньше. Итак, через долгое время наш желудок с большим трудом все-таки как-то переварит сыр и пошлет его в кишечник. Но то, что туда попало, трудно назвать питанием. Потому что в нем большое содержание холестерина, очень высокая кислотность, а также высокое содержание протеина и галактозы. Мало что из вышеперечисленного сможет усвоить наш организм. Сыр не должен никогда попадать в человеческий желудок. Запомните, никогда. Здесь приводится таблица по нагрузке кислотностью на почки. Например, жиры и жидкое масло не повышают кислотности. Рыба дает 7,9 миллиграммов на 100 грамм. Хлеб и хлебобулочные изделия от 3,5 до 7 миллиграммов на 100 грамм. Молоко дает 9,5, а что касается твердого сыра 23,6 миллиграмма на 100 грамм. В мире не существует другого продукта, как сыр, который так драматически увеличивает кислотный баланс в нашем организме. Это самое вредное, что мы можем причинить своему организму. В нашем институте мы проводили эксперименты с крысами. Одна группа крыс получала сою, как источник протеина, другая группа получала казеин, то есть белок, который содержится в молоке. И как мы видим на графике, урин второй группы крыс содержал намного большую кислотность. Повышенная кислотность ведет также к снижению иммунитета. Мы также исследовали потерю кальция от двух этих групп. Та, которая получала казеин, имела в два раза больше потерю кальция в стуле. То есть кальций, который они получали в молоке, не усваивался, а тут же выводился организмом. В урине содержалось в три раза больше кальция, чем у тех, которые получали сою в качестве белка. По-моему, комментарии здесь излишни. Статистика говорит сама за себя. Далее идет содержание влажности в стуле, то есть насколько мягким и влажным был стул. Те крысы, которые получали казеин, у них был более сухой стул. В этом эксперименте мы не исследовали действия лактозы. Мы исследовали только действия казеина, содержащиеся в молоке. То есть та группа животных, которая получала казеин в виде белка, имела более сухой стул, что в свою очередь ведет к запорам. В домах, где употребляют много молочных продуктов, в туалетах обычно лежит большая стопка журналов или газет. Потому что у людей там есть много времени, чтобы все это прочитать. А если на дверях еще висит и зеркало, то во время процесса можно наблюдать, как лицо становится очень красным. А почему? Потому что тот, что выходит, является довольно сухим, и нам приходится применять большое давление. О чем это говорит? если мы напрягаем мышцы живота, это значит, что кровеносные сосуды в области живота сжимаются, и вся кровь поступает к верхней части тела и к нижней. у некоторых начинают появляться из-под кожи вены, некоторые кровеносные сосудики лопаются, а также желудок раздувается, и в нем образуются маленькие мешочки. Впоследствии эти мешочки свисают от желудка, в них попадает пища, которая находится там долгое время, начинает портиться, и возникает воспаление желудка. Также возникает много других проблем, связанных с этим процессом. То, что происходит в этой маленькой комнатке, должно происходить настолько быстро, чтобы у нас было время только поднять газету и снова положить ее на место. Именно настолько быстрым должен быть этот процесс, чтобы не возникали все вышеперечисленные проблемы. А это эксперименты с кроликами. Здесь было три группы, одни получали сою, другие казеин и третье молоко. Две группы, которые получали казеин и молоко, росли намного быстрее. И это понятно, ведь в их питании присутствует много жира и белка. Но крупа, которая получала сою, тоже росла, только росла она медленнее, но все-таки росла. Маленькие дети, в питании которых нет животных жиров, растут медленнее. Но в конечном итоге, они вырастают более сильными и более крепкими, чем те, которые питались по-другому. Они также меньше болеют, и их общее самочувствие намного лучше. Потеря кальция в урине у кроликов у той группы, которая питалась соей, было намного меньше. Потеря кальция в стуле была также очень высока у тех, которые получали белок в виде казеина и молока. Что же лучше в качестве белка, соя или молочный порошок? В нем кстати тоже содержится много жира. У группы кроликов, которая потребляла сою, был в половину ниже уровень холестерина в крови, чем у той группы, которая получала порошковое молоко. Но холестерин бывает двух видов. Не вдаваясь в научные подробности, один можно назвать хорошим, который необходим нашему организму, другой плохим холестерином. И снова у той группы, которая потребляла молоко, был высокий уровень плохого холестерина в крови и низкий уровень полезного холестерина. и соотношение двух видов холестерина было также неправильным у той группы животных, которые получали сухое молоко в виде источника белка. Чтобы выяснить, что вызывает все эти проблемы, связанные с молочным питанием, мы решили исключить из наших исследований жир и продолжить исследование с козеином, то есть с белком. Уровень вредного холестерина у питавшихся козеином был снова высок. То есть один белок уже поднимает содержание холестерина в крови. Соотношение хорошего холестерина и плохого холестерина было также не в пользу козеина. У кроликов, которые получали только растительную пищу, был холестерин намного ниже, чем у тех, которые получали кормовые добавки с белками животного происхождения. Когда у кого-то возникают проблемы с холестерином, что советуют в первую очередь сделать врачи? Врачи советуют исключить из своего рациона пищу, содержащую жиры. Но молоко тоже содержит жиры, и поэтому они советуют употреблять обезжиренное молоко, например, то, которое имеет 2 или 3 процента жирности. Но мы говорили, что эта цифра не совсем правильна. Эта цифра получается в результате особенностей измерения жира в молоке, то есть соотношения жиров и воды в молоке, а не процентного отношения к массе продукта. на этой таблице показано, какой белок наибольше поднимает уровень холестерина в крови. Внизу мы видим растительную пищу, которая в среднем поднимает на 67 миллиграммов, на 100 грамм. Свинина, например, 107, белок 101, куриное мясо 138, говяжье 152, рыба 160, яйцо целиком 176, козьи надельно 203, мясо индейки 215, обезжиренное молоко 225, и яичный желток стоит выше всех 270. Итак, белок, который стоит на втором месте по поднятию холестерина находится в обезжиренном молоке. Я думаю, совет употреблять обезжиренное молоко для снижения холестерина вовсе не поможет его снизить. Следующая цитата за 1988 год, и в ней сказано, фрукты, овощи, орехи и все виды бобовых являются хорошим источником бора, который предотвращает потерю кальция из организма. Так как молоко содержит очень мало бора, однако в нем содержится много фосфора и протеина, в борьбе против остеопороза как продукт питания молоко является очень невыгодным. Миф о том, что молоко и сыр являются наилучшими продуктами, должен в конце концов исчезнуть. В следующей цитате сказано, что все фрукты и овощи, которые имеют зеленый или темно-зеленый цвет, являются отличными поставщиками кальция, который усваивается почти полностью, в отличие от того кальция, который содержится в молоке. И далее пишут, даже 1400 миллиграмм кальция в день не помогает, если в нашей пище присутствует большое количество жира. Давайте обратим внимание на питание в некоторых странах Африки. Традиционно жители Африки питаются зерновыми, кукурузой и различными видами бобовых. Так выглядит традиционный африканский рынок. Мы видим большое разнообразие зерновых, бобовых, кукурузы. Все это составляет основу их питания. Они не страдают остеофорозом. Также у них нет рака молочной железы, рака простаты, нет также атеросклероза. Раньше все эти болезни были для них неизвестны. Но буквально за последнее десятилетие картина изменилась драматически. Почему все это произошло? В одной из ветеринарных больниц, в которых было большое количество обезьян, мы провели эксперимент. Одной части обезьян мы заменили традиционно африканское питание на западный стиль питания. То есть мы заменили часть питания, которое состояло из бобовых, на молочное питание. И тут же мы получили все те проблемы, которые мы наблюдали в экспериментах с крысами и кроликами. И возникла еще одна проблема. У обезьян, так же, как и у темнокожих жителей Африки, почти стопроцентная непереносимость лактозы. И поэтому у обезьян сразу начался понос. Потеря кальция в моче и стуле была тоже велика по отношению к тем животным, которые получали в пищу кукурузу и бобовые. А в этой заметке написано, что до 50 тысяч американцев в год погибают от остеопороза. В этой статье затрагивается проблема бесплодия у женщин. Здесь сказано, женщины, страдающие бесплодием, хотят знать, какое значение играют молочные продукты в их питании. Группа ученых из Америки и Финляндии сообщила такой факт, что в тех районах, где присутствует высокое потребление молока на душу населения. Также остро стоит проблема бесплодия у женщин. А в этой заметке объясняется более подробно, в чем состоит проблема. Проблема состоит в том, что галактоза отлаживается на стенках труб, которые ведут к яичникам, что и вызывает бесплодие у женщин. В Таиланде, например, женщины остаются плодородными до глубокого пожилого возраста. Тогда как в западных странах способность деторождения падает драматически по мере возраста женщины. Это проблема бесплодия у женщин, которая вызывает галактозу. А как дело обстоит у мужчин? Исследования, проведенные нами на обезьянах, одна часть из которых употребляла молочные продукты, другая нет, показали следующее. Исследуя подвижность сперматозоидов, мы выяснили, что у обезьян, которые питались бобовыми, в три раза выше подвижность сперматозоидов, чем у тех, которые питаются молочными продуктами. При измерении количества сперматозоидов, та же самая картина, в три раза выше количество сперматозоидов у тех обезьян, которые не питаются молоком. Наличие дефектных сперматозоидов в общем количестве также намного выше у тех обезьян, которые питаются молоком. А это фотографии первого нормального сперматозоида. На второй фотографии мы видим какой-то узелок на хвосте сперматозоида. И на третьей мы видим полностью поврежденный сперматозоид. Его хвост закрученный, то есть он может двигаться только по кругу. Подводя итог всему вышесказанному, мы можем понять, почему Африка столь плодородна. Мы видим, что у них постоянный голод, но рождение детей для них не составляет никаких проблем. В Европе же все выглядит с точностью да наоборот. Никакого голода, но 25% пар желающих иметь детей не могут это сделать и вынуждены обращаться к докторам. Это фотография вируса спида. И в наших исследованиях мы установили, что при употреблении молока резко падает количество лимфоцитов в организме. первое, что должны сделать больные спида, это исключить молочные продукты из своего питания. Таким образом, у них повысится количество лимфоцитов, то есть антител, которые помогут ему бороться с этим и другими вирусами. А это кровеносные сосуды обезьян. На верхнем снимке той, которая питалась бобовыми, на нижнем снимке та, которая получала в питании молоко. На верхнем снимке мы видим, боковые сосуды открыты полностью, на них нет никаких отложений, эти сосуды можно назвать безупречными. На нижнем же снимке мы видим совсем другую картину. по обезьяне, которая получала молоко, сосуды полны отложений жира и кальция. Мелкие же сосуды практически полностью забиты жировыми отложениями. На левом верхнем снимке мы видим абсолютно чистый сосуд. Это сосуд той обезьяны, которая получала в своем питании бобовое, кукурузу и сою. На нижнем левом снимке мы видим совсем другую картину. Как вы уже наверное догадались, это снимок сосудов той обезьяны, которая питалась молоком. Здесь мы видим стенки сосуда покрыты толстым слоем жира, а также под ним мы видим прослойку отложений кальция. Откуда взялся этот кальций? А это тот кальций, который организм взял из костей для того, чтобы нейтрализовать повышенную кислотность. И этого кальция так много, что почки не в состоянии вывести его из организма. Но организм не может снова разместить его в наших костях, потому что клетки остеобласты, отвечающие за этот процесс, находятся в подавленном состоянии. И организм, не зная, что делать с этим кальцием, начинает откладывать его во всевозможных частях нашего тела. частично он откладывает их на наших суставах или, как мы видели на этих картинках, в кровеносных сосудах. Что же происходит с таким кровеносным сосудом, в котором начинают появляться отложения кальция? Такой сосуд теряет гибкость, он постепенно сужается, и это вызывает повышение кровяного давления. И шансы, что он может лопнуть, возрастают с каждым днем. желая выяснить, настолько ли полезно соевое молоко, как и бобы сои, мы решили повторить наши эксперименты, но теперь уже давали подопытным животным соевое молоко и молоко, приготовленное из порошка, то есть порошковое молоко. Все наши прежние результаты подтвердились. То есть они были такими же, как и при обычном молоке и бобах сои. Такие показатели, как общее содержание холестерина в крови, а также соотношение так называемого плохого и хорошего холестерина в крови. все данные предыдущих экспериментов полностью подтвердились. То есть при употреблении соевого молока, так же, как и при употреблении бобов сои, все показатели были намного лучше, в отличие от той группы животных, которая употребляла обычное молоко или порошковое молоко. Это схема хрупкости тазобедренного сустава в различных странах. Самые крепкие кости у чернокожих африканцев, которые практически не употребляют коровье молоко. У сингапурцев кости уже более хрупкие, в Гонконге еще более хрупкие, и далее идут Англия, Израиль, Новой Зеландия и Америка. Как вы думаете, где на этой схеме располагаются такие страны, как Норвегия и Дания. Чтобы нанести эти страны на эту схему, нам потребуется таблица, которая будет величиной до самой крыши этого здания. Так как у них самое высокое потребление молока и молочных продуктов в мире, они находятся на первом месте по хрупкости костей. В Норвегии, например, в два раза выше процентное отношение хрупкости костей, чем в Америке. Но зная все это, какой совет получают жители Норвегии от своих врачей. Так как у них в костях обнаруживают мало кальция, им советуют употреблять как можно больше молочных продуктов. Это абсолютно нелогично. Как мы видим из статистики, этот совет им совсем не помогает. исследования показали, что употребление трех стаканов молока в неделю увеличивает риск заболевания раком предстательной железы у мужчин в два раза. Вы уже, наверное, сами догадываетесь, какие страны будут стоять на первом месте по раку предстательной железы. Но давайте на всякий случай посмотрим статистику. Итак, на первом месте Швейцария, потом Норвегия. Это те страны, которые в наибольшем количестве производят и сами потребляют молоко и молочные продукты. А на этой таблице сравнивается рак предстательной железы у белых жителей Америки и рак предстательной железы у чернокожих американцев. У чернокожих этот показатель в два раза выше. А все дело в том, что эти бедные люди имеют генетическую непереносимость к молоку. Но так как они живут в Америке, они вынуждены питаться теми продуктами, которые для них не подходят. И как мы видим, они заболевают раком предстательной железы в два раза чаще, чем белые люди. А также в четыре раза чаще страдают сердечными заболеваниями, которые вызывают жир, содержащийся в молочных продуктах. есть еще одна проблема. Все мы знаем, что большая часть Африки голодает, и маленькие чернокожие дети гибнут как мухи. Вопрос, что посылает западный мир, чтобы помочь голодающим детям Африки? Им посылают порошковое молоко целыми эшелонами. И что же происходит с этими маленькими детьми? У них начинается понос, и они погибают. Такая помощь равносильно прямому убийству. Я об этом неоднократно говорил и по телевизору, и всемирной организации здравоохранения, но ни один человек не проявил хотя бы каплю беспокойства. Как вы думаете, почему? Потому что реклама полезности молока сильнее, чем факты. Аллергии, астма, наркотик, которого самое больше продается в мире, это лекарство против аллергии. Большинство людей принимает какой-нибудь препарат против аллергии. А почему? Потому что у кого-то насморк, у кого-то мигрень, или астма, или еще какой-то недуг. Если мы исключим из нашего питания молочные продукты, большинство аллергий уйдут сами по себе. Поймите меня правильно, не все проблемы идут от молока. у некоторых аллергия на пыльцу, у некоторых на домашнюю пыль. Но 90% таких проблем идут от молока. И что бы вам ни говорили или советовали врачи, 90% аллергий это побочный эффект от употребления молока. Израильский научно-медицинский журнал пишет, что употребление молока ведет к таким заболеваниям и проблемам, как всевозможные аллергии, астма, проблемы со сном, мигрени и так далее. Я не единственный, кто об этом говорит. Научный мир знает об этом, но реклама сильнее науки. Если мы посмотрим на этот прекрасный, полный продуктов стол, что бы мы взяли отсюда для нашего питания? Мы можем взять редис, листья салата, помидоры, а также хлеб. Все, что осталось, не стоит рассматривать как продукты питания. Мне очень жаль, что я вынужден рассказывать вам столько неприятных фактов. Но поразмыслите над тем, что я говорил, если это покажется вам логичным и имеет здравый смысл, то стоит заменить привычные вам продукты на более полезные. Я думаю, в наше время это не составит большого труда. В супермаркетах мы всегда сможем найти, например, соевое молоко или йогурт, сделанный на основе сои. А почему бы и нет? На вкус вы не сможете отличить полезные от неполезного. И если полезные продукты имеют такой же вкус, как неполезные, во-вторых, не содержат казеина, в-третьих, галактозы, а также окисленного холестерина, ведь это логично, использовать более полезные продукты питания. И самое главное, в таких продуктах нету комбинации молоко с сахаром. Это наихудшая комбинация, которую могут придумать производители продуктов питания. Наш организм испытывает настоящий стресс, получая такие продукты от нас. Выбор остается за вами. Не стоит печалиться, что все так плохо. Просто измените стиль вашего питания. А я благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо. ! Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok